Того, что сейчас называют АТО, уже не будет. Мало того, все, что происходило до этого закона, оно теперь становится незаконным, в принципе, вот эта антитеррористическая, так называемая, операция становится явно незаконной. Обозначили приоритеты по передаче полного контроля над ситуацией военным, а, соответственно, вся ответственность транзитом идет на главнокомандующего, а главнокомандующий – это президент Порошенко, который, с одной стороны, якобы, вносил этот проект в закон и наставил именно на таких формулировках, а, с другой стороны, является инициатором Минских соглашений. Если мы с вами поднимем протокол от 5 сентября, он так и называется – протокол по реализации мирных инициатив Порошенко. Вот мирные инициативы, вот вам истинное лицо этих мирных инициатив в виде закона, который подразумевает подавление народа Донбасса. С другой стороны, если посмотреть, какие перспективы применения этого закона, они практически нулевые. Прежде всего потому, что этот закон противоречит международным обязательствам Украины. С момента, когда комплекс мер стал приложением к резолюции Совета безопасности, эти обязательства обрели уже официально, документально подтвержденный статус международных правовых норм. А украинское законодательство, исходя из приоритета международного права, применяется только в той части, в которой оно не противоречит международным обязательствам. Поэтому здесь идет вот такой вот разрыв логики этого документа. Кроме того, в последний момент при голосовании во втором чтении в этот текст закона возвратили тезис относительно приверженности минскому процессу. И в этой ситуации даже сам текст этого закона становится настолько противоречивым, что непонятна, в принципе, возможность его применения.